Вставки домокомплекта, но когда мы говорим о домокомплекте, мы понимаем набор. Прием 200 FM 1413 кГц в Кишиневе. В радиоприеме Кальпинист 321. В 3,5 миллионах, да, вот что это за дом может быть, из каких материалов? Технологии деревянного домостроения, они достаточно разнообразные. Это могут быть от срубок, с клеяного бруса, до каркасных конструкций, каркасно-панельных, каркасно-счетовых конструкций. И даже, я думаю, что может быть CLT-панели использованы и частично клеяный брус. То есть это совершенно разные технологии. Главное, чтобы сочетание вот этих материалов, они укладывались в заданный параметр по цене. Ну, а вот о площади примерно какой может идти речь? Зависит от технологии, и, соответственно, чем ниже себестоимость и цена конструкции, тем больше площадь можно заказать. Но ориентировочно это могут быть дома площадью от 120 до 170 метров квадратных. А если говорить о строительстве такого дома за 3,5 миллиона, скажем, сколько еще денег нужно будет человеку потратить, чтобы рабочие возвели из этого домокомплекта полноценный дом? Смотрите, здесь такая ситуация, что 3,5 миллиона – это предельная стоимость домокомплекта. То есть, например, если приобретается дачный дом, он может стоить, допустим, домокомплектный миллион рублей и полтора. А теперь радиоприемник Абава, 83-30, радиотехника. Операционно-тактическая армейская авиация, ракетами, войсками и артиллерией нанесено поражение шести пунктам управления противника. Имеется тема... Дудчаны и Золотая Балка Херсонской области, Ямполь Донецкой Народной Республики и Тесловка Харьковской области, а также 62 артиллерийские полиции на 5,5 миллиона, живой Сирии и войсками в 5,5 миллиона района. В районе города Днепропетровск уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось более 100 реактивных снарядов системы огня «Хайбарс» и более 7 тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства. В районе пункта «Разумовка» Запорожской области уничтожено 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения в группировке войск Вооруженных сил Украины и Запорожья. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хайбарс» в районе населенного пункта «Богдановка» Херсонской области. Кроме того, в районе населенного пункта «Мирополье» в Тумской области перехвачен управляемый артиллерийский снаряд. В результате украинского удара пострадал еще один мирный житель, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Обстрел в Донецке ведут с утра. Под огнем почти весь город передает РИА новости. Все попадания пришлись по гражданским объектам. Несколько снарядов упало рядом с Донбасс-ареной. В одной квартире произошел пожар. Кроме того, в населенном пункте Кача Мичела тело девочки 5-6 лет... Пройдемся по средним волнам. Альпинист. Шумов вообще не наблюдается у этого альпиниста. При наличии сигнала сразу возрастает усиление. Японский астронавт. Вести. Украинская радио, 1278 кГц, мочит, до сихор. Украинская радио, 1278 кГц, мочит, до сихор, до сихор, до сихор, до сихор, до сихор, до сихор, до сихор. Украинская радио, 1278 кГц, до сихор, до сихор, до сихор, до сихор, до сихор. Украинская радио, 1278 кГц, мочит, до сихор, до сихор. Это было радио Яш, Румыния. Радио Молдова. Слабенькие сигналы пропускает. Слабенькие сигналы. Слабенькие сигналы. Это был радиоприемник. Перейдем к Аббаве. Приеме к Аббаве. Средние волны. С 1600 и выше. Приеме к Аббаве. то та доходность, которую предлагает рынок, обычно мало отличается от теоретических Вести ФМ был и Румыния рядом Субтитры создавал DimaTorzok Шумов тоже очень мало между станциями Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Радио Молдова Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzок 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 ДимаTorzok